Привет, друзья, с вами Кик. Я поменял вместо камеры, чтобы мне было легко и быстрее записывать видео. Сегодня будет видео касательно нового коина от банка JP Morgan, GPM Coin, и почему это позитивная новость для всего рынка криптовалют. Также, почему это никак не касается XRP, потому что это не игрок в рынке Ripple. Банк JP Morgan запустил свою собственную криптовалюту для внутренних переводов банка. Это название GPM Coin. Один GPM Coin равняется одному доллару, то есть это Stable Coin. В целом, почему нам нужны стейбл коины от банков? Лучше будет, если будут страны выпустить свои крипто деньги, к примеру, крипто рубль или крипто доллар. Почему это нужно? Потому что, смотрите, прямо сейчас, когда вы покупаете биткоин, то есть вы не обмениваете свои доллары или рубли на биткоин, эфириум или XRP, любую криптовалюту. По сути, вы платите деньги плюс комиссия иногда, то есть минимум это комиссия 5%, я еще не нашел. Там есть сайты, которые говорят 3%, но в итоге получается все равно 5%. То есть вы платите стоимость плюс комиссия, чтобы покупать деньги. Это неправильно. То есть вы должны иметь возможность обменять деньги, дать доллары или рубли или йен, японский йен и взять биткоин, эфириум и XRP, что хотите. И это будет возможно после того, как у нас будут криптоверсии тех же самых рублей, долларов и йенов. Клиенты банка JP Morgan могут получить GPM coin вместо доллара, что даст этим клиентам обменять, не покупать, а обменять эти GPM coin на какую-то конкретную криптовалюту. Но если они захотят так же, они могут обменять это и взять доллары. То есть стейблкоины нам очень нужны для развития крипторынка, всего крипторынка. И то, что один из самых крупных банков мира, банк JP Morgan, выпустил свою криптомонету, это только позитивная новость для всего рынка. И сейчас для держателей XRP, почему GPM coin не конкурент XRP и это вообще разные вещи. Смотрите, GPM coin это просто стейблкоин, который будет использоваться для внутренних переводов банка JP Morgan. Но, скажем, тот же самый Citibank или Mitsubishi Bank или любой другой банк не будет никогда хранить деньги другого банка как резерв своего банка. То есть то же самое и обратно. То есть JP Morgan не будет хранить, скажем, деньги банка Кувейта как криптоденьги банка Кувейта как резерв в своем банке. Максимум nostro vostro аккаунт не больше. А XRP это не coin одного конкретного банка. Это coin сети, в котором банки могут присоединиться и использовать исключительно, если они согласны с правилами сети. Плюс ни один банк не может влиять, поменять правила использования этой сети Interledger. Вот и все. Спасибо всем. Увидимся. Увидимся.